Привет, мои друзья! Привет, уважаемые подписчики! Сегодня я вам хочу доказать одну очень интересную вещь. Вы думаете, что говяжий стейк это недоступно и нельзя его приготовить более бюджетным способом? Я сегодня вам докажу, что это не так. Вот, смотрите, у меня в руках кусочек говяжьего краешка. Я это купил на рынке, который находится около моего дома, в городе Москва, по цене 360 рублей за килограмм. Давайте взвесим, сколько он весит. 927 грамм. Для того, чтобы не забыть, друзья, мы будем все записывать. 927 грамм. Сейчас вы поймете, для чего. Вы же знаете, сколько стоит рыбая? Я сегодня специально зашел в популярные интернет-ресурсы и увидел, что он стоит от 1300 рублей до 1800 рублей за килограмм. Ну, даже возьмем самый простой стейк. Стоит 1300 рублей за килограмм. Вот это, ребята, говяжий краешек. Это место непосредственно рядом с тем, из которого и делают тот самый рыбай. Ну, в данном случае нам кость не нужна. Мы сейчас от нее избавимся. Вот таким простым движением отрезали одну кость. И отрезали вторую кость. По сути, вот он готовый стейк, который нам надо... Ну, я не люблю вот такие толстые. А нам этот стейк необходимо распустить на две половины. Вот, как вы видите, да, у них есть жирный краешек немножко. Вот здесь чуть-чуть жирок, здесь чуть-чуть жирок. Так, но самое главное не в этом. Давайте мы теперь взвесим. Так, кладем на весы. И у нас получается 690 грамм. А теперь, друзья, я беру калькулятор и делаю простую арифметику. 360 рублей за килограмм. Я умножаю на 927 грамм. Получается 333 рубля 72 копейки. И делю на 688 грамм. И у меня получилось 485 рублей за килограмм. Вы где-нибудь видели такие стейки, друзья, за такую цену? Я не видел, могу вам сказать. А теперь, как мы его готовим? Готовим мы его очень и очень просто. Первое действие. Наш стейк нужно совсем-совсем-совсем слегка присолить. Вот прям буквально капельку. Чтобы мясо не дало никакого сока во время жарки. Но при этом впитало чуть-чуть соли. Совсем чуть-чуть. И второе действие. Это смазать наш стейк оливковым маслом. И это сделаю вот таким образом. Если у вас такого устройства нет, вы совершенно спокойно можете это сделать просто рукой. Я люблю сбрызгивать именно оливковым маслом. Потому что у стейка тогда получается какой-то средиземноморский вкус и аромат. Можно сделать обычным подсолнечным. Хорошее мясо сложно чем-либо испортить. Вот, друзья. Теперь наши стейки должны немножко полежать. Наступает время жарки наших стейков. Сковорода должна дымиться, ребята. Вот только это является залогом хорошего стейка. Они у меня постояли. Вот так вот они выглядят. Такие вот красивые. А теперь, друзья, открою вам секрет хорошего стейка. И не важно это, рибай или говяжий краешек. А секретов их несколько. Первый секрет. Жарим на максимально-максимально быстром огне. Тот, который у вас только есть. Вот у меня девятка. И даже этого мало. Второе. Сковородка должна быть максимально горячей. Вот видите, у меня появился дымок. Поэтому я подолью масло. Очень много. Не надо масла. Небольшое количество. Сейчас он нагреется. И когда оно дымится, мы положим наши стейки. Следующий секрет. Никаких крышек. Вот никаких. Убираем сразу ее в сторону. Четвертый секрет. Мясо не нужно солить. Его можно чуть-чуть буквально. Вы видели, сколько я присолью перед началом готовки. Прямо самую малость. Чтобы оно не давало сок. И последний секрет. Две минуты с каждой стороны. Вот я поставил 4 минуты. И отправляю на сковородку наши кусочки. Для того, чтобы не брызгалось, я использую вот такую сеточку. Прижимаем наши стейки. Они должны как следует жариться. Так, ребята, я включу вычерк. Нужно сделать максимум, чтобы куда будет у вас уходить дым. А дыма в этой ситуации всегда много, друзья. Две минуты прошло. Поэтому я переворачиваю наши стейки на другую сторону. Ай, какой он красивый. Вот, ребята, у нас осталась одна минутка. Что я сделаю в конце? А в конце я беру вот такой вот кусочек масла и кладу сверху на каждый стейк. Для того, чтобы он расплавился. Сейчас вы увидите, что будет происходить. Так, наши 4 минутки прошли. Вот такой стейк у нас с другой стороны. Фактически наш стейк готов. Финальная часть, друзья, после того, как наши стейки приготовились, я их минутку присаливаю сверху. Так, давайте немножко подерчим, чтобы он был ароматный. Отправляем вот такие вот наши красивые стейки в тарелочку и даем им немножко, буквально там 10 минут отдохнуть под крышкой. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот такой вот замечательный стейк. Замечательные прожарки. Вы посмотрите, как в лучших ресторанах. Приятного, друзья, аппетита! Не хуже, чем рыбай. Поехали. Давайте посмотрим.